Ну да, были другие удовольствия. Доброе утро, у нас в гостях уже есть гости. Татьяна Васильевна Любецкая, начальник гидромедцентра. У нас уже замечательная беседа завязалась, и вот замечательно, что вы к нам присоединились, будем общаться вместе. Да, ну и в первую очередь, что у нас та зима, когда нет снега, зато есть, но предновогоднее настроение. Скажите, пожалуйста, вы можете уже похвалиться предновогодним настроением? Чувствуете приближение? Конечно, мы его с лета чувствуем, потому что время так быстро летит. Говорим, не за горами Новый год, а теперь Новый год проходит, не за горами лето. Буквально последняя неделя, я думаю, мечта практически многих крымчан, даже я знаю некоторые дети, загадывают такое желание. Хотим снега. Вот есть ли надежда? Да, надежда, конечно, есть. Нравится последняя. Вы видите, как было тепло у нас, да? Вот сегодня проходит территорию Крыма холодный фронтальный раздел, который уже это тепло у нас уничтожит. Уже завтра днем всего 1-6 градусов тепла. Выходные дни еще прохладнее, около 0 градусов. И ночные морозы, от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Прогноз составить на Новый год в этом году очень трудно, потому что скорости в атмосфере огромные. На высоте 5-6 километров ведущий поток, который определяет передвижение воздушных масс, с такой скоростью перемещается, что даже моделям, компьютерам считать это очень трудно. Но предварительный прогноз – 31-го, около 0 градусов, такой спокойный день без существенных осадков. А в ночь с 31-го на 1-е в новогоднюю ночь ожидаем прохождение очередного фронтального раздела холодного. И есть большая вероятность снега, мокрого снега и первого числа. То есть Новый год в этом году будет такой спокойный, без сильных снегопадов, без трескучих морозов. Но настоящий Новый год с небольшим лёгким морозом и со снегом. Я помню, буквально года 4 назад, вот мне очень запомнилось, потому что тоже не было практически снега, и в Новый год посыпалось немножечко, совсем немножечко снега. Припорошила, да, так сказать? Да, и к утру уже начало всё таять. Вот, в принципе, насколько подобная тенденция, она в Крыму закрепилась, и часто ли у нас вот как раз-таки на Новый год снега всё же нет? Вы знаете, разные Новые годы. Вот я помню Новый год 2006-го числа. Я была в этой студии и говорила прогноз на Новый год. Мне никто не поверил. 31-го числа было плюс 17 градусов. 1-го числа после новогодней ночи все, простите меня, ехали, скользили. То есть так похолодало, выпал снег, дождь перешёл в снег, дороги все заледенели, и уже днём было 6 градусов мороза. Поэтому Новые годы самые различные. Это вот за сутки буквально с 17 до минус 6. Да, очень резкое похолодание произошло. А на здоровье как такие вот... Ну, конечно, не очень хорошо. Такие резкие перепады давления, температуры. Метеозависимым людям, конечно. А вот, значит, мы пока можем готовить себя морально к тому, что всё-таки мокрый снег, но будет. А вот когда будет именно такая устойчивая зимняя погода? Устойчивая зимняя погода. Предварительный прогноз погоды. Предварительный. Вы знаете, на какой период он составляется. Кто вам составляет прогноз погоды на месяц, на год? Ну, просто... На год, но это феерично. Ну, просто непрессионально, да. Такие тоже прогнозы составляют. После Нового года характер погоды практически пока вот так, приблизительно до 9 января, такой же будет. Такой же температурный фон и временами осадки. За последнее время, в принципе, вот я много осадков не наблюдал. Поморосит дождик, поморосит и нет. А есть ли это благодаря вот такой вот тенденции, вероятность, что если всё же упадёт, там, минус пойдёт, и вот оно как посыпет много-много. Ну, то есть я представляю так, что небеса копили-копили влагу, и сейчас всё как... Это нет, упадёт минус, а это от прохождения барийских образований, циклонов. Если будет такое, а такое бывает каждую зиму, над Средиземным морем образуются мощные циклоны активные, которые движутся на Крым с большой скоростью и которые дают очень обильные осадки. А вот смотрите, у нас же как бы ландшафт такой неординарный, так скажем, горы, всё такое. Сложные очень у нас, да. И наверняка есть регионы, где районы, где медленнее меняется климат, а где быстрее. Вот где быстрее поменяется климат? Ну, климат — это одно, а погода — другое. Ну, погода, я имею в виду, да. Осадки, вот мне кажется, это же всё равно, как вы говорите, циклон идёт. И он, ну, как бы, может, это какой-то стереотип, что циклон может упереться в гору и меньше дальше сопротивления определённо получает. В гору он не упирается, но он может упереться в мощный антициклон, который находится над европейской территорией России. Но, естественно, там процессы более спокойные. У нас же что такое горы? Вот, говорите, осадков не было. Несколько дней назад на Эпитре за три часа выпало 46 миллиметров дождя. Это много? Это очень много, это опасное явление погоды. Для европейской территории это нонсенс. А у нас это бывает локально очень часто. Что такое горы? Это восходящие движения дополнительного воздуха, то есть образование облачности мощной, из которой выпадают осадки. То есть чем ближе к горам, тем больше снега. Ну, понятно, для осадков. Нет, вот тебе же сейчас, Татьяна, учили. С языков в школе учили? Конечно, учили. Вот учили. Восходящие движения не учили, наверное, в физику. Ну, все на уроках присутствуют. Ну, поведайте, мне, допустим, интересно. Вот я вам объясняю. На европейской территории облачность спокойно образовывается. А что такое горы? Это подталкивает верх облачность. Подталкивает. Чем она выше верхняя граница, тем мощнее облачность, тем сильнее процессы. Вы поняли, да? Все, я понял. 10 километров летом куча водо-дождевая облачность, грозы, град. Или 5-6 километров. Слушайте, я вас полюбил. Если бы у меня был такой учитель физики, это был бы, наверное, мой любимый предмет. Спасибо большое, что загостили к нам. Просто физика, а физика атмосферы еще есть. Но этого не учили. У нас в гостях эту беседу вела Татьяна Любецкая, начальник гидромедцентра. И мы продолжим, наверное, обсуждение, но уже за кадром. А вам предлагаем посмотреть следующий сюжет.